Есть такие несколько еврейских мудростей, которые, как пишут, изменят будущее ваших детей. Если можно, прокомментируйте вот эти мудрости. Первая такая. Опыт – это слово, которым человек называет собственные ошибки. Да, опыт, он обязан происходить, рождаться из собственных ошибок. Да. Если ошибок нет, то и опыта нет. Нет. Не может быть, чтобы человек достигал каких-то правильных выводов, если он не ошибался. А не может быть такого, чтобы человек не ошибался? Нет такого? Нет. Не может человек делать правильное дело, если перед этим он не ошибся в нем. И у него есть сожаление по этому поводу? Именно это сожаление рождает правильное действие. И этот опыт мы передаем нашим детям? Ты хочешь передать это своим детям, но они должны ошибаться. У них будет свой опыт, да? Конечно. То есть им не поможет наш опыт, который… И не надо. Каждое поколение должно ошибаться и приходить к правильному выводу, и таким образом идти вперед. То есть у каждого свой опыт абсолютно? Да. Это опыт ошибок? Без этого ты не получаешь четкой информации, данных, ощущений, ничего, если ты сам это не пережил во всех этих состояниях. Если ты случайно рассердился, дай возможность гневу переночевать. Просто помолчи до утра. Это видно из нашей жизни, что это хорошо. Это называется закрывающий рот во время руганий с другим. Как может этот человек сделать? Упражнение. Упражнение? Да. А что на утро тогда происходит? Я не буду так же сердиться на того, на кого сердился? Нет, наоборот. Ты, может быть, будешь ему благодарен. Существует два метода, чтобы подняться над ближним. Первый – возвыситься над самим собой, а второй – унизить соседа. Не стоит пользоваться вторым методом. Чем рыть другому яму, лучше брось эти силы на создание холма для самого себя. Ну, подняться над собой – это всегда полезно. Ты таким образом растешь. Так что не стоит обращать внимание на другого, даже с точки зрения выгоды, эгоистической. Лучше поднимись над собой к новому какому-то более совершенному состоянию. А это возможно вообще подняться над собой? Да, конечно. Каждую минуту. Обычно мы поступаем совсем по-другому. Мы другого. Нет, от другого ты используешь, чтобы подняться над собой. А вот. Принимая его точку зрения. Это называется, что я отменяю себя? Отменяю себя прошлого, чтобы сделать из себя более высшего. Чтобы подняться над собой. Да. Тут интересная концовка. То говорится, если ты пользуешься вторым методом, то есть опускаешь другого, то ты себе строишь холм для самого себя. Имеется в виду, наверное, могильный холм. Да, да, конечно. То есть, если ты опускаешь другого, это на самом деле смерть. Да. Наоборот, поднимайся над другим, используя эту возможность. Используя другого, его критику, его отношение к тебе, ты опусти себя, пригнись. И тогда ты поднимешься над собой. Не будь слишком сладким, съедят. Не будь слишком горьким, выплюнут. Как бы вы это прокомментировали? Я то, что считаю нужным, я это говорю. Это я знаю. Вот это у меня на блюде, что называется, то, что я вам даю. А вы выбирайте, это вам сладко или горько, или вообще выбросьте это. Это часто проблема. Я считаю, что это не проблема. Это я. И пускай люди видят, что такое я, но так что такого? А то, что люди хотят видеть вас сладким, а вы горький. Почему они должны хотеть видеть меня сладким? Человеку надо за кем-то идти. Он ищет, за кем идти. Ну, и за мной не надо идти. Не надо. Только я такой, я все равно не изменюсь. Я считаю, что то, что я говорю, может понять любой. Согласиться или нет, это его дело. Но, по крайней мере, понятик поймет. И это я говорю, свое мнение. Я не подделываюсь под его мнение, чтобы он послушал или почитал меня и убедился, что он прав. Я такого не делаю.